Это итоговый выпуск нашей программы. Здравствуйте, меня зовут Ирина Корчагина. В ближайшие полчаса расскажем, чем нам, журналистам, толка запомнилась эта неделя. А начнем с того, что алтайские депутаты все-таки запретили продажу детям энергетиков. Большинство парламентариев проголосовало за ограничение розницы несовершеннолетним. Споры об этом вели давно. Одни депутаты настаивали на вреде напитка. Так, в одной банке почти в шесть раз больше кофеина, чем организм ребенка может усвоить за сутки. Другие депутаты, производители подобных напитков, объясняли, что выпуск энергетиков строго контролируется. Парламентарии нашли компромисс и запретили продавать энергетики детям в учреждениях образования, спорта, искусства, медорганизациях, общепите. В торговых автоматах и в магазинах, которые расположены в многоквартирных домах или во дворах. Кроме того, теперь детям не будут продавать зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ. Так парламентарии решили бороться с токсикоманией. А вообще, заключительная сессия седьмого созыва депутатов ОКЗС, пожалуй, самая главная тема этой недели. Накануне парламентарии подвели итоги работы за пять лет и обозначили проблемы, которые предстоит решать уже новоизбранным депутатам. Например, многодетным семьям края уже с января следующего года обещают выплатить компенсацию за земельный участок, положенный им по закону. А предпринимателям с незарегистрированными аттракционами выписать штраф до 100 тысяч рублей. О чем еще шла речь на последней сессии ОКЗС, расскажет Анна Рашагирова. 56-я сессия для депутатов ОКЗС седьмого созыва стала финальной. На ней рассмотрели более 30 вопросов, касающихся разных сфер. Так, например, в первом чтении приняли поправки в закон о выделении земельного участка многодетным семьям. В регионе их сейчас около 13 тысяч. Но в крае не для всех хватает участков, обеспеченных инфраструктурой. А некоторые родители, не желая стоять в очереди, заговорили о выплатах места земли. Уже в начале 22-го года такие семьи смогут получить компенсацию вместо положенного участка. Я добавлю, что мы сейчас взяли не все многодетные семьи, а тех, у кого 5 и более детей. Понимая о том, что финансирование достаточно будет серьезно, потому что пока речь идет, но это будет решаться правительством, это по 200 тысяч на каждую семью. И понятно, что мы, конечно, в бюджете должны это предусмотреть. Предполагается, что в 23-м году таким правом смогут воспользоваться семьи с четырьмя и более детьми, а после 24-го года остальные многодетные семьи. К слову, выплата будет целевой, то есть потратить средства можно будет только на приобретение участка, первоначальный взнос и погашение ипотеки, а также на подключение инженерных сетей. Дети-сироты старше 23 лет, а их в крае около 300, вместо положенных им квартир, возможно, тоже смогут получить деньги. Это еще одна инициатива от депутатов, направленная на федеральный уровень. А вот в применении закона на уровне края возникли проблемы. Сегодня поставлена на паузу исполнение нашего закона. Сегодня, к сожалению, не вынесено ни одного мирового соглашения, что является неотъемлемой частью предоставления сертификата. Пакеты документов готовы, направлены в судебные инстанции. Сегодня мы ждем, когда судебная система у нас будет выносить мировые соглашения на предоставление жилищных сертификатов. А вот предпринимателям за нарушение правил регистрации аттракционов и требований к их техническому состоянию, напротив, придется проститься с деньгами. Согласно законопроекту, который сейчас направляют на федеральный уровень, в случае неисправности аттракциона предпринимателю грозит штраф до 100 тысяч рублей. Нашумевшая история с батутом в конце мая в краевой столице породила и множество других вопросов, в том числе и кто должен контролировать работу аттракционов. Оказалось, по сути, проблема-то не урегулирована на федеральном уровне должным образом. Дело в том, что у нас даже этими вопросами занимается инспекция по тракторам, самоходным машинам, строительные техники, дорожные техники и так далее. То есть, по сути, эта тема находится, так скажем, в стороне и не является приоритетной. Решать эти вопросы, предлагать новые законопроекты, теперь предстоит депутатам нового, 8-го созыва КЗС. Работа же с 7-го созыва прекращается. По словам председателя, он был самым результативным за всю историю краевого законотворчества. За 5 лет было принято 580 законов и более 2000 постановлений. При нашем деятельном участии был внесен, изменен механизм начисления заработной платы педагогическим работникам и работникам здравоохранения. Система стала более прозрачной и более справедливой. Это еще, конечно, не решение проблемы низкой заработной платы, но серьезный шаг в этом направлении. Романенко также поблагодарил коллег за работу и за споры, в которых рождалась истина. А вот новый состав регионального парламента жителям края, напомним, предстоит выбирать 17-го по 19-е сентября. К слову, в нем не будет минимум 21-го депутата из 7-го созыва. Анара Шагирова, Александр Антропов, Винстолком. И еще одно важное решение, принятое напоследок парламентариями – стратегия развития региона на ближайшие 10 лет. Упор в ней делают на агропромышленный комплекс, а он уже, по мнению некоторых депутатов, будет определять и другие сферы экономики. Без споров, принятие стратегии не прошло. Подробности далее. Образ будущего нашего региона стал осязаем. Краевые депутаты утвердили стратегию социально-экономического развития Алтайского края на ближайшие 15 лет. Проект разрабатывало правительство края под руководством губернатора Виктора Томенко. Документ обсуждали в общественной палате и рассматривали эксперты. В мае стратегию одобрила Минэкономразвитие страны. Теперь же его утверждают парламентарии. В документе «Плюсы и минусы экономики региона», «Состояние экологии» вместе с тем – цели задачи края до 2035 года. Определяющую роль в развитии отдано агропромышленному комплексу Алтайского края. Он определяет сегодня экономику, он определяет развитие сегодня и промышленности, машиностроения, химической промышленности и, безусловно, в первую очередь глубокую переработку нашей продукции. Все единогласно сказали, стратегию надо принимать и поддержать. Единственная просьба, чтобы этот документ не лежал до 1935 года на полке. Первое чтение этого законопроекта состоялось еще в 2019 году. Его отправили на доработку, затем рассмотрению помешала пандемия. Сейчас же перед депутатами большой ориентир развития, а того и цели для края большие. Он должен стать территорией творческого созидания, позитивной энергии развития, реализации гражданских инициатив. Но не стоит забывать, что все эти высокие миссии можно реализовать только если действительно нам удастся добиться исполнения реализации первичных, скажем так, базовых потребностей населения. А это как раз и располагаемые реальные денежные доходы, о чем я уже сказал, росты к 2035 в 1,7 раза. Это и темпы роста номинальной зарплаты. Без споров обсуждений не обошлось. В частности, парламентарии обращали внимание на конечную цель – благосостояние конкретного жителя и вносили предложения для последующих шагов. Если мы не разработаем, наши коллеги, которые придут после нас, не разработают сегодня отдельную программу, демографическую для Алтайского края, данная концепция не будет работать. Нам некому будет повышать заработную плату, нам не с кем будет выполнять те задачи, которые поставлены. Большинством голосов стратегию приняли. К слову, это было одно из последних важных решений краевых депутатов седьмого созыва. Виктор Томенко, который присутствовал на сессиях ЭКЗС с 2018 года, поблагодарил депутатов за совместную работу и подчеркнул результативность сотрудничества исполнительной и законодательной ветвей власти. Парламентарии впроводили, вот школьников пора встречать. Подготовку к новому учебному году обсуждали в правительстве региона. Линейки в День знаний пройдут для первоклассников, девятые классы и одиннадцатые классы в соответствии с рекомендациями. Учебный год мы начинаем очно, но в режиме, так скажем, по второму принципу из четырех, которые мы применяли в прошлом году, это различные входы, скользящее расписание, кабинетная система и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. В образовательных учреждениях есть рециркуляторы, бактерицидные лампы, термометры. В школах строго следят за вакцинированием. Привито почти 62% сотрудников. Однако в ходе доклада у главы региона возникали вопросы. Общая цифра, она важна, но в данном случае хотелось бы нам понимать расклад по юридическим лицам. То есть из 1317 организаций. В скольких меньше 60% вакцинация на сегодня? Вот что же нас интересует. Может быть где-то 100, а где-то может быть и 40. В целом же к учебному году готовы все образовательные учреждения края, подчеркнула Светлана Говорухина. А вот учителей не хватает, и этим вопросом в Минобрит занимаются. Способы, которыми мы решаем эту проблему – привлечение молодых специалистов, перераспределение нагрузки, переподготовка кадров, а также трудоустройство специалистов из других регионов. К первому сентября тема вакансий будет закрыта данными механизмами полностью. К этому дню в школу «Окрая» открыты почти 3000 вакансий преподавателей. И тем не менее, благодаря тому, что учителя берут на себя несколько ставок, этой осенью школы «Края» примут 280 тысяч детей. Анастасия Драган, День с толком. И переходим к другой теме. Приход четвертой волны коронавируса ждут медицинские работники Алтайского края. Не исключает этого и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. А между тем, дефицит медиков в крае составляет почти полторы тысячи человек. Более 650 врачей и почти 800 специалистов среднего звена. Нужны терапевты, педиатры, анестезиологи, хирурги, неврологи, травматологи. И это далеко не полный перечень специальностей. Отток сотрудников из региона, по словам министра здравоохранения, сейчас значительно превышает их приток. Хотя, по его же словам, в Минздраве совершенствуют ранее существующие механизмы привлечения кадров и даже вводят новые. Но тем временем в Алтайском крае на ближайшее время прогнозируют ухудшение ПИД-обстановки. Помимо коронавируса, уже с сентября ожидается волна сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа. Есть опасения, что у системы здравоохранения снова возникнут сложности. И прошлогодняя ситуация с наслоением одной инфекции на другую повторится. Тему продолжит София Яценко. Для того, чтобы минимизировать рост заболевших коронавирусом, в регионе должны привить около 1 миллиона из 100 тысяч человек. На данный момент привита лишь половина. И несмотря на легкое снижение темпов заражения, третья волна отступать пока не спешит. На сегодня она не закончилась. Она имеет еще свое развитие. Поэтому я думаю, что уровень заболеваемости будет регистрироваться. Он будет еще в сентябре. Но посмотрим, как наши вакцинальные компании сработают. И тогда уже по итогу, наверное, ориентировочно ноябрь-декабрь, нам будет хотя бы примерно понятно, куда мы найдем. На сегодня пока еще ситуация сложная. Ситуация осложняется и тем, что с сентября ожидается всплеск сезонных заболеваний. Эпидемиологи опасаются, что наслоение одной инфекции на другую может привести к серьезным последствиям. Для того, чтобы снизить заболеваемость, у нас должна быть и стабилизировать цифры, не допустить взрывного характера развития именно эпидемической заболеваемости. Конечно, в данной ситуации единственным правильным, эффективно управляемым механизмом является только прививки. Ничего больше человечество еще не придумало. От гриппа планируют привить полтора миллиона жителей края. Вакцинировать начнут уже со следующей недели. По словам специалистов, выполнение прививочного плана – это единственный шанс на то, чтобы избежать плачевных последствий и снизить показатели прошлой осени. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. И еще одна интересная тема этой недели. Вместо одного коня – целых два. Спустя месяц дискуссии в мэрии Барнаула все же определились, каким должен быть герб Барнаула. Напомним, старый символ краевой столицы не соответствовал нормам Геральдики и на государственном уровне признан не был. А каким будет новый герб – смотрите в нашем сюжете. Герб убрать нельзя оставить. Об этом все лето спорили общественники. Что делать с конем в верхней части герба Барнаула, который некогда обозначал принадлежность города к Томской губернии? И как вообще должен выглядеть современный символ краевой столицы? Обсуждали достаточно бурно. Геральдическая комиссия России не приняла наш герб еще и в 90-е годы. И еще в 1996 году вставал вопрос о том, чтобы принять соответствующий нужным канонам геральдическим правильный, скажем так, герб. Но это не было проведено в жизни. И сегодня снова встал этот вопрос. Спустя месяц дискуссия общественная комиссия при мэрии Барнаула все же выбрала итоговый вариант. С центральной части конь по закону Геральдики действительно исчез. Но вместо него появились целых две лошади с золотыми копытами. Отныне они станут щитодержателями. Среди горных пород, стоящая на зеленой земле, серебряная, дымящая плавильная печь. Мы ушли от термина доминная печь, которая использовалась, потому что доминная печь использовалась при производстве чугуна. В Алтайском крае чугун никогда не производили. Почему в зитоконе? Ну это как символ того, что мы все-таки принадлежали Томской губернии. Кроме того, герб будет еще и в трех вариантах. Малый, то есть просто французский щит. Средний с лавровым венком, обозначающий статус административного центра. И парадный. К слову, новый герб, по словам чиновников, не станет поводом уничтожить старый со зданий и бумаг. Мы с вами видим до сих пор на многих наших зданиях изображение герба Советского Союза. Где-то РСФСР. Это что же правда? Ну и здесь никто ничего и не будет этого делать. Мы же говорим об официальном использовании уже нових утвержденных символов. И постепенно эти печати заменятся, связанные с износом и так дальше. Однако история с гербом еще не закончена. Новый официальный символ города еще пройдет обсуждение в общественной палате. А затем его должны будут принять депутаты городской думы. Анара Шагирова. День с толком. И к другой теме. Единственная техника, которая очистила ливневки в Барнауле, не выдержала и сломалась после недавнего сильного ливня. Всего за 40 минут дождь затопил весь город. Это было на прошлой неделе еще. Ливневые канализации с нагрузкой просто не справились. А на этой неделе наша съемочная группа попыталась выяснить, улучшится ли ситуация с ливневками в городе когда-нибудь. Плывем, 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 загребаем. Красиво и как-то, знаете... Прямо там это, оттуда вода сбежала, вон там речку. Как это, Ниагарский водопад. Ниагарский водопад, да. Парнаул топило не ради съемок нового «Титаника». За 40 минут городские улицы ушли под воду не в угоду кинематографа. Ливневки элементарно не справились с таким потоком дождевой воды. Горожане отделались испугом, а владельцы кафе и ресторанов на Молотобольской заплатили рублем. Раунду полностью снесло. Мы потеряли часть, там, один зонт, часть забора, часть, ну, практически все цветы потеряли. Сумо ущерб уже примерно известно? Знаете, я думаю, что это до 50 тысяч рублей. Уже задумываемся, если честно, как вести бизнес именно в этой точке, потому что неизвестно, что будет в следующий раз. На прошлой неделе топило молодежную, пролетарскую, партизанскую и другие городские улицы. После дождя ливневки начали экстренно чистить. Да так, что единственная техника по очистке ушла в ремонт. Если вдруг, не до Бога, подобный ливень произойдет, то как будете выходить из ситуации? Ну, у нас есть еще другая промывочная техника, мы ей пользуемся. Единственное, что канал промывочный в ремонте, мы не проходим каналы, но каналы у нас уже все после весны очищены. В Арнауле ливневыми канализациями оборудованы лишь 138 километров дорог. Этого мало власти признают. Чтобы минимизировать последствия сильнейших потопов, нужно в два раза больше, хотя бы 300 километров. Вот только ливневки удовольствие не из дешевых. Отремонтировать весь Зминогорский тракт стоит порядка 300 миллионов рублей. Ну, там немножечко, чуть больше эта цифра. Если же строить ливневую канализацию на Зминогорском тракте, то по всем современным требованиям, то есть выпуск должен осуществляться либо в более крупную переходящую магистраль, либо очистные сооружения. На Зминогорском тракте там подключаться некуда, куда идет общий водосбор, нужно ставить очистные. Так вот, вернемся к первоначальной точке, откуда мы начали. Ремонт 300 миллионов. Мы грубо прикидывали стоимость строительства ливневой канализации очистных сооружений на этом протяжении. У нас появляется цифра неподъемная. Это порядка 3 миллиардов. Городской бюджет, как правило, не больше 10 миллиардов. На следующей неделе в администрации города пройдет очередное совещание, где вопрос своевременной очистки и строительства новых ливневых канализаций поставят ребром. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Алтайские вузы завершают прием абитуриентов этого года на очное обучение. По итогам этой кампании в учебных заведениях отмечают ажиотажно-медицинские и педагогические специальности, а также IT-технологии. Об этом на днях заявили и в федеральном Минобре. Кроме того, списки поступающих этого года оказались еще и искусственно раздутыми. Заявлений в разы больше, чем самих поступающих. Анна Рашагирова продолжит. Приемная кампания в вузах края подходит к концу. В последнюю неделю августа зачисляются студенты очного отделения, в сентябре поступят заочники. И уже сейчас можно подвести первые итоги приема абитуриентов. В один только медицинский университет поступило более 7 тысяч заявлений. Только среди будущих стоматологов конкурс на одно место 25 человек. Спрос на медицинские специальности, как отмечают вузы, возрос именно в период пандемии. В этом году действительно на инфекцию, на эпидемиологию, на пульмонологию, на стезиологию, реаниматологию количество желающих выпускников университета, поступающих в ординатуру, значительно выше. Это на самом деле. То есть ситуация с пандемией, она увеличила и количество заявлений, желающих при поступлении на медико-профилактическое дело. Около 10 тысяч заявлений поступило в политехнический вуз Края. Выбор многих абитуриентов – направления, связанные с IT-технологиями. Это прежде всего информационная безопасность, это программная инженерия, это информатика и усилительная техника, это прикладная информатика. То есть на эти направления подготовки, наверное, больше 10, если не больше 11 человек на место, на скидку. Запрос на такие специальности понятен, тенденция времени, а вот на химическом факультете политеха в этом году недобор, в частности направления пищевой промышленности. Тем временем молодежь активно уходит в преподавание. В педуниверситет подано почти 8 тысяч заявлений, это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Я это связываю не с увеличением людей, я это связываю с тем, что абитуриенты могли подать на большее количество направлений заявлений. Радует то, что у нас не было абсурдных заявлений, как мы называем. Ну, например, человек подает на русский язык литературу и на физкультуру. Новое правило этого года действительно увеличило шансы на поступление. Абитуриент мог подать документы в 5 учебных заведений и в каждом выбрать до 10 направлений. Но страхи у многих из них уже позади. Теперь же волноваться о зачислении предстоит заочникам. Анара Шагирова, Артем Гусельников, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. А с 1 сентября студенты и школьники смогут бесплатно посещать театры и музеи по пушкинским картам. Ее можно будет оформить на портале госуслуги. Как воспользоваться картой, что она из себя представляет и кто имеет право на ее получение, расскажет Анастасия Болотина. Пушкинская карта – бесплатная духовная пища даже для самого бедного студента. С 1 сентября все учащиеся страны от 14 до 22 лет смогут оформить пушкинскую карту, которая позволит посещать все культурные учреждения за счет бюджетных средств. Номинал карты – 3000 рублей. В правительстве страны решили – это хорошая мера поддержки для работников в сфере искусства во время пандемии. Например, в 2020 году только алтайские театры потеряли 60% зрителей. Ажиотаж не случился и после снятия ограничений весной этого года. Вы знаете, мы надеемся не только на эту возрастную категорию, не только студенты и ученики. Мы все-таки рассчитываем, что они станут неким катализатором для своих, возможно, ближайшего окружения, для своих родственников и будут привлекать к совместным походам, может быть, своих младших сестер, братьев, либо более старшее поколение. Поэтому я думаю, что благодаря этой карте охват зрителя, конечно, увеличится в целом. В 2022-м баланс карты увеличат с 3 до 5 тысяч рублей. Об наличии деньги нельзя, накопительной функции тоже нет. Неиспользованные в течение года средства вернутся в бюджет. Но вряд ли студенты упустят возможность бесплатно сходить на премьеру или выставку. Билеты достаточно дорогие, особенно те концерты, на которые хочется, и поэтому приходилось иногда от чего-то отказываться. Поэтому карта – это спасение. На моей памяти это такой первый проект в России. Я очень люблю ходить в театр, но иногда билеты достаточно дорогие, и для студентов не всегда есть какие-то скидки. На концерты я вообще и в театр никогда не ходила за свой счет, потому что денег мне не хватало. Поэтому я очень рада, что у нас появляется такая возможность. Такая возможность теперь есть и у школьников. Мне кажется, это уникальная возможность, так как не у всех семей есть возможность тратить деньги на то, чтобы ходить классом куда-то. Многие дети из-за этого, в принципе, нигде никогда не бывали. А так практически все школьники с 14 лет могут посетить музеи, театры. Кто-то входит в дом. Все в порядке? Да! Родина, как кошка! Кстати, репертуар по пушкинской карте ограничен. Все спектакли и выставки будут направлены на патриотическое воспитание. План мероприятий появится на портале культура.рф. Всего на пушкинские карты выделят более 4 миллиардов рублей. И потенциальными смогут воспользоваться около 13 миллионов школьников и студентов по всей стране. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Не поставил одну галочку, пришел отказ. Многие родители из Барнаула, которые воспитывают детей в одиночку, не могут получить ежемесячную президентскую выплату. В нашу редакцию каждую неделю обращаются люди. У кого-то доход превышает прожиточный минимум, даже если всего на рубль. А у кого-то элементарно неправильно заполнено заявление. Как исправить ситуацию и есть ли шанс на выплату, расскажет Валентина Аскерова. Одежду. Штанишки, брючки, костюмчик. Это все очень дорого. Олеся Матвичук – одинокая мама. Сын учится в начальной школе. Подготовить его к новому учебному году женщине непросто. Президентскую выплату считала хорошим подспорьем, но получить положенные им деньги не получилось. 1 июля Олеся подала электронное заявление. Документ рассматривали 30 дней. После пришел отказ. Я сразу позвонила в пенсионный фонд. В чем причина? Мне сказали, что я неправильно запомнила заявление. Какую-то галочку не поставила. Олеся предложили подать повторно, но в отделении пенсионного фонда ей сразу сказали, что на июльскую выплату можно уже не рассчитывать. Я спросила, а за июль мне выплатят деньги? Сказали, что нет. Уже срок прошел, и за июль я не получила. Но после обращения в СМИ в администрацию президента и прокуратуру по ее выплате пришло положительное решение. В данном случае полных сведений заявление не содержало. Тем не менее, после поступления уточненного заявления, повторного, были сделаны соответствующие запросы, получены ответы. И ежемесячная выплата назначена с июля 2021 года. Кстати, специалисты пенсионного фонда отметили, что Олеся далеко не единственная, кто не поставил галочку в заявлении. Женщина не указала основания для назначения выплат. Как оказалось, заполнять документы внимательно крайне важно. Только так можно избежать проблемы и своевременно получить деньги. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. К слову, после вмешательства нашего телеканала выплаты пришли еще одной одинокой маме. Недавно к нам в редакцию обратилась жительница Барнаула. Ей отказали в ежемесячном президентском пособии по причине того, что доход у нее якобы превышает прожиточный минимум. После череды разбирательств и освещения в СМИ на Наталью вышли и одобрили выплату. А теперь переходим к другой теме. Алтайские ученые создали нейросеть, позволяющую точнее распознавать на снимках пациентов опухоли, туберкулез и пневмонию. Предложенный разработчиками метод безвреден для организма и не требует значительных финансовых затрат, говорят эксперты. Продолжит Маргарита Гартунг. Доктор технических наук Сергей Леонов показывает свою уникальную методику. Диагностику онкологии легких с помощью нейросетей. Вместе с учеными из медицинского университета долгие годы он изучал, как выявлять рак, туберкулез и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования. Мы доказали, что я могу различить рак, туберкулез и пневмонию, причем вероятность того, что я поставлю диагноз правильно, на основе только компьютерной томографии. Вероятность того, что я поставлю диагноз правильно, это под 80%, по крайней мере, значительно больше 70%. Хороший рентгенолог это делает с меньшей вероятностью. Сергей знает об этой проблеме не понаслышке, ведь ранее у него у самого диагностировали опухоль легких. Но для того, чтобы убедиться, что она доброкачественная и не опасна для здоровья, ученого пришлось прооперировать. С помощью разработанной им методики другим пациентам этого можно избежать. Если это онкология, то когда мы кусочек возьмем, он может разнестись кровотоком по организму и черт знает, чем это дело закончится. А здесь только КТ. Это доступная рентгеновская компьютерная томография. Этих томографов у нас по городу и по краю достаточно большое количество, оно достаточно доступно. В верхнем случае это рак, по данному концову это вот вид рака. А во втором случае это туберкулез. А выглядело похоже. Ученые доказали, что при заболевании легких, таких как рак, туберкулез и пневмония, плотность опухоли различна. И изучив ее с помощью нейросетей, можно точнее ставить диагноз. Кстати говоря, этот алгоритм работает не только с легкими. Принцип работы можно использовать и в других областях медицины. Необходима только статистика и немного исследований. Мы выходили на онкодиспансер, разговаривали с руководством онкодиспансера. Но пока ответа мы не получили на эти обращения. И сильно хотелось бы, чтобы все-таки эта методика была доведена до практической медицины. Но на вооружение уникальную разработку врачи пока не взяли. Поэтому в будущем перед учеными стоит важная задача – расширить базу рентген-снимков для нейросетей. Распространить программу они планируют бесплатно в медицинских учреждениях Алтайского края. В частности, в краевом онкологическом диспансере. Маргарита Гартун, Дмитрий Денисов. День с толком. А в Барнаульском приюте «Ласка» появились еще два почетных донора – четвероногих. Питомцы помогают спасать жизни своих собратьев, когда кровь нужна здесь и сейчас. О необычном донорстве расскажет Анастасия Болотина. Не все герои носят плащи, а некоторые из них – пушистый мех. Жамал и царь – так зовут котов, которые совсем недавно стали почетными донорами для 13-летнего котика с запущенной раной. По словам ветеринаров, потребность в экстренном переливании крови возникает довольно часто. Поступают пациенты с тяжелой анемией, которая произошла по той или иной причине, которым требуется переливание крови. Это и травмы какие-то, это инфекционные некоторые заболевания, кровепаразитарные заболевания. В такие моменты дорога каждая минута. И когда дело касается жизни, порода не играет роли. Врачи уверяют, брать кровь у животных не вредно, а сама процедура даже считается полезной. Ведь кровь у доноров обновляется быстрее. Но единственная рекомендация – не чаще одного раза в полтора-два месяца. Клиники обращаются, потому что знают, что у нас есть здоровые животные, которые у нас уже длительный период находятся. У нас есть собаки, которые уже несколько лет кровь сдают довольно регулярно, в год-два-три раза. И в принципе никаких отклонений от их здорового состояния, существования мы не наблюдаем. То есть все у них хорошо. Донором может стать абсолютно любой питомец. Требования простые. Хорошее здоровье, наличие прививок и определенный вес и возраст. Салют. Сильный, щедоумеренный, потому что эта собака является колесом упряжки. А это салют. И он уже тоже почетный донор. В форме, как видите, бодрый, веселый. А сколько собак он спас, я затрудняюсь ответить. Это что-то много уже. Почему салютик? Потому что он дружелюбный, он сильный, он крепкий, он здоровый, он привитый, прогрестогоненный. Регулярно все это с ним делается. Почему? Потому что, опять же, ездит на соревнования, ездит на выставки. Там все это проверяется. Он всегда готов к труду и обороне. Ситуации, когда экстренно может потребоваться переливание крови, случаются довольно часто. И эти маленькие герои всегда готовы прийти на помощь. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком. Такое мы запомнили эту неделю. У меня на этом все новости. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Смотрите нас на 2040 кнопки в социальных сетях. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok